Здравствуйте! Меня зовут Анна. Сегодня будем рисовать акварелью цветок ириса. Для этого нам понадобится две кисточки, карандаш, ластик, акварельные краски, бумага преимущественно, чтобы была акварельная. И этот лист бумаги акварельной надо закрепить к столу или к такой подложечке для того, чтобы от воды лист не сворачивался, трубочка не сопротивлялся. В качестве палитры я использую просто чистый лист бумаги, водичка обязательно и салфетки. Приступим! У нас будет крупный цветок, поэтому я начну сразу с центра рисовать его вот с такой формой. На что-то похоже на рюмочку, наверное. Вот даже и ножка такая появится сейчас. Дальше уже появятся наши красивые лепесточки, боковые. Не обязательно, чтобы они были симметричные, также и не нужно, чтобы они были симметричные. И центральные лепесточки. У нас еще вот есть такие маленькие желтенькие отдельные листочки. Так, боковой маленький, еще который бутончик не раскрылся. Такой несложный эскиз. Уже можно приступить к краскам. Центральные листочки будут белые. Но так как белые это не очень красиво, мы все равно сделаем живописным. Мы чуть-чуть сделаем теней, оттенков добавим. Используем немножко фиолетового. Вот на политый прям, чтобы он не такой яркий был. По мокрому. Прохожусь, несколько движений делаю. Краска сама хорошо, красиво растекается. Чем меньше мы ей помогаем, тем лучше получится. Чуть-чуть желтенького добавлю. Такой, как будто лучик солнышко на него попал. И чуть-чуть зелененького. Совсем чуть-чуть. Снизу. Переходим к боковым. Лепесткам они у нас сочно-фиолетовые будут. Тоже я их мочу. И так, чтобы они блестели. Воды должно быть достаточно, чтобы краска растекалась красиво. Ярко-фиолетовый. Хочется, чтобы он немножко гофрированный был, поэтому я вот такими точечками буду проходить края. Вот он уже красиво растекается. И здесь то же самое. Просто прикасаюсь кисточкой и так шаг за шагом двигаюсь. Можно взять уже черный и сделать вот такие дуги. Дуги. Мою кисточку. И остаток. То, что у нас краска не дотекла, просто немножко смачиваю, чтобы краска сама сюда потекла. Просто ей не хватило воды, видимо. Вот. У нас есть ярко-фиолетовый. Можно также добавить какой-то красный оттенок в этот фиолетовый. Я набираю на кисточку. На маленькую кисточку уже красный, карминовый. И он сейчас будет немножечко перемешиваться с фиолетовым. И будет другой создаваться оттенок, что это такой светло-фиолетовый, да? Уже не такой оттенок. Добавляем красный в наш цветок. Но надо это делать, когда еще сырой. Поэтому быстро надо работать с акварелью. Так. У нас есть бутончик. Вот. Пока у нас эти лепесточки сохнут, займемся бутончиком, который еще не распустился. Тоже фиолетовый. Я просто очерчиваю слева. Краска сама красиво затекает в другое пространство, где у нас было мокро. Салатовый. Можно сначала, например, темно-зеленый сделать, потом желтый добавить. И будет салатовый. Можно сразу смешать на палитре. Вот и бутончик готов. Так. Переходим теперь здесь к зеленым листочкам. К соцветию. Тоже мочу. Тоже блестящий становится. Желтый, зеленый. И по форме провожу контура. А здесь уже водичка, чтоб света оставалась, просто водичкой помогаем. Не краска, а чистая кисточка с водой. И остались у нас не разукрашенными, беленькими те лепесточки, которые у нас ярко-желтые или даже оранжевые. Так, я их тоже намочила. Взяла маленькую кисточку. Оранжевый. И тоже не по контуру просто провожу, а именно какими-то точечками, чтоб краска растекалась фактурно, с переходами. Не просто линия была. Оранжевый и желтый. Можно даже охру добавить, если есть такая. Ну и теперь можно сделать фон. Тоже у нас небесный, голубой. И тоже я начинаю около наших лепестков наносить сначала водичку. Потом только я буду двигаться к краям листа. Обязательно лист должен быть закреплен скотчем малярным. Ну хотя бы хоть каким-то скотчем, иначе он будет, когда мы мочим, выгибаться, скручиваться. Фон должен блестеть. Воды должно быть много. Но не лужи. Так, набираем голубой цвет, какой нам нравится. Ну, можно также зеленый фон сделать. Мне нравится фон, как будто на фоне неба голубого. И вот ярко начинаю двигаться от нашего цветка. Самый насыщенный цвет, яркий, он ближе к цветочку расположен. А дальше мы будем его тоже потихонечку водичкой разбавлять и двигаться к краям листка. Можно даже вот таким, как будто гофрированным сделать, не совсем ровным. Теперь мою и начинаю потихонечку размывать этот край, чтобы краска тоже плавно переходила от насыщенного к бледному. Можно даже помочь ей вот так вот течь. Чуть-чуть. Под наклоном. И водичкой опять помогаем разойтись. Немножко цветов тоже добавлю голубого. Нежный белый цветок просвечивается. Немножко оттенка неба. И тоже брызги для такой фактуры и живописности. Тем же цветом, что и небо делала фон. И риск наш готов. Творческого вам вдохновения. С вами была Анна Годильшина. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова